Проблема российского кинематографа, на мой взгляд, заключается в том, что в отличие от голливудского кинематографа, наш кинематограф пытается быть правдивым. То есть наш кинематограф пытается по завету наших классиков отображать реальность, показывать ее в неприкрытом виде, в том числе даже если речь идет о телевизионных сериалах, кстати говоря. А вот Голливуд, его же не просто так фабрикой грез называют, там действительно все эти звезды, они по сути просто собираются в созвездия для того, чтобы создать перед человеком такой театр иллюзий. Вот это, мне кажется, деятели нашего кинематографа не понимают. Их все как-то тянет в реализм, в гоголевскую шинель, во всю детализацию. Поэтому если мы говорим о коммерческом успехе российского кинематографа, о том, почему русские фильмы так мало людей смотрят, почему так мало успешно в прокате русских фильмов, то как раз поэтому. Нужно понимать, что люди приходят в кино не за правдой, а за иллюзией. Они хотят сесть перед этим голубым экраном, как перед хрустальным шаром какой-нибудь гадалки. И от этой гадалки они ждут, что она им скажет, что все у вас будет хорошо, вы разбогатеете, станете миллионером и так далее, и так далее. А если им эта гадалка будет говорить, что никем вы не станете, и вообще вы дурак, что ко мне пришли, то извините, к такой гадалке никто ходить не будет. Поэтому, конечно, нужно развивать авторское кино, нужно развивать кино реалистично, но если речь об успехе у публики, о каких-то массовых продажах, билетах на все эти фильмы, то, конечно, нужно учиться тут у американцев, и нужно создавать такую лакированную действительность, нужно больше снимать комедий, больше боевиков про людей, которые не как в Левиафане, там, у чувака захотели дом отнять и построить церковь, и все. И убили его практически, убили его жену, там, посадили его в тюрьму. Про это снимать не надо, надо снимать про то, как этот человек победил этого архиепископа, как он победил этого губернатора. То есть таких фильмов будет много, то русский кинематограф поднимется на совершенно новую высоту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова